Трое спортсменов в составе сборной России по прошутному спорту установили рекорд мирового уровня. Они участвовали в самом массовом прыжке и им удалось выполнить две фигуры в воздухе. Здесь важна не только хорошая физическая подготовка, но и правильный психологический настрой. Как выходцы из Чебоксарского аэроклуба добились таких результатов, узнала наша съемочная группа. Высота больше 6000 метров, в воздухе десяток самолетов. Напряжение растет с каждой секунды, еще мгновение, и сотня парашютистов окажутся в свободном полете. За считанные секунды спортсмены создают сначала одну фигуру в воздухе, затем другую. Рекорд зафиксирован. К этому рекорду мы шли на протяжении четырех лет. Начали заниматься парашютной групповой акробатикой, ездили на различные дробзоны, выполняли там прыжки групповые. И потихонечку количество фигур у нас увеличивалось, то есть с 20, с 40. И вот первый рекорд, который мы сделали, это был рекорд Татарстана 90 человек. И мы в этот процесс так втянулись, что начали уже потом ездить регулярно на эти мероприятия. Это уже не первый рекорд, который поставили российские спортсмены. В 2011 году 201 человек участвовало в создании фигуры, а в 2012 – 207. С каждым годом прыжки становятся все сложнее, но, как признали спортсмены, это их совсем не пугает, и они не собираются останавливаться над достигнутым. Парить в небе – призвание, считают парашютисты. Количество прыжков с парашюта уже идет не на сотни, а на тысячи. Но первый свободный полет навсегда остается в памяти. Первый прыжок вообще, можно даже сказать так, что ты его не понимаешь просто. Прыгаешь, и ощущения полета, они сразу не входят в свое сознание, так как ты не понимаешь, что такое вообще купол, что такое свободное падение, и что вообще произойдет, если парашют не раскроется. Денис Наварнов, Петр Утриванов и Евгений Пушкин – выходцы из Чебоксарского аэроклуба. Именно там завязалась их не только воздушная, но и земная дружба. Наш Чебоксарский аэроклуб, он выращивает, так сказать, спортсменов нулевого уровня, когда человек просто не имеет ничего никакого понятия, он пришел, он обучается, совершает первые прыжки, знакомится с небом, овладевает различными видами техники, и потихонечку-потихонечку он переходит на новый уровень, этап, и дальше уже все зависит от него. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.